Наташа Затонская Доброе утро Доброе утро, Наташа, расскажи, что мы сегодня будем делать? Что ты для нас подготовила? Сегодня, ну допустим, сегодня у нас будет понедельник, начало недели, но тем не менее, как бы не хотелось спать, просыпаться нужно Просыпаться мы будем мягко, начнем с маленькой-маленькой легкой разминки мышц и потянемся Это будет хорошим стартом для начала рабочей недели Замечательно, ну допустим, что на сегодня Допустим, да любой день, в принципе, ранним утром тяжелым Ну да, в принципе, для выходных тоже пойдет Хорошо, тогда я прошу музыку нам и поехали Итак, исходное положение у нас будет таково Мы встаем, ставя стопы чуть шире таза, принимая устойчивое положение Чуть-чуть смягчаем колени, чтобы убрать нагрузку с позвоночника Начинаем с дыхания, глубокий вдох Носом выдыхаем, потом еще три раза вдох И выдох, еще два Наверное, я сегодня с тобой посонимаюсь немножко И последний раз руки в замок и потянулись вверх Вытягиваемся, просыпаемся Чуть тянемся вправо Как раз позвоночник на место вставляем Да-да-да И влево Наташа, для чего вообще нужно делать разминку перед основной частью тренировки? Вернулись И выдох Мышцы у нас перед тем, как мы начали заниматься Вращаем плечи Они у нас находятся в неразогретом состоянии мышцы, связки То есть они к активной работе не готовы Чтобы подготовить их к активной работе, избежать травматизма, нужно размяться Основной работой Еще четыре Три Два Здесь чуть смягчаем колени, чтобы убрать нагрузку с позвоночника И вращаем плечами вперед Еще Четыре Три Поплыли Два Полетели Разминаем крылья И пополовину Совмещаем назад вдох, вперед выдох Это мы сейчас разогреваем Выдох Плечевые суставы Верхняя часть Да Верхняя часть Два И последний раз И чуть активнее добавляем руки Вперед уводим, подкручиваем большой палец вниз, назад большой палец назад Добавляем активность в плечевых суставах Еще три Два И последний раз Девчонки полетели тоже все Полетели Руки за спиной в замок И за замком мы уходим вниз А здесь мы стараемся держать колени затянутыми Чуть попружиним Чувствуем, как растягивается задняя поверхность бедра Тянутся руки Шею лучше расслабить Я почему-то помню из уроков физкультуры в школе Почему-то мне всегда нравилось вот так Ну это просто и в принципе действенно Опускаем руки и с круглой спиной мы поднимаемся Еще в школе есть такое название Это упражнение троллейбус Толлейбус? Рога, рога Ставим стопы чуть шире Мы разогрелись Можно, конечно, увеличить число повторений Того, что мы делали Разворачиваем левую стопу в сторону Теперь мы делаем следующее Я покажу это, повернувшись спиной Мы руки уводим Да Мы руки уводим в стороны Ага И складываем за спиной ладонями Ага Вниз Стараемся развернуть Я покажу сложный вариант Максимально вверх уводим А так каждый человек сможет это сделать? Ну, процентов 50 смогут, процентов 50 нет Если это больно или трудно, можно соединить руки Держась за локти в локтевой замок Итак, мы вот это вот сделали Стопа у нас все-таки одна, правая смотрит вперед Левую мы разворачиваем Да Будем работать на левую ногу Сохраняя прямую спину, мы стараемся по возможности с прямой спиной тянуться вниз Тянемся, насколько получается У кого-то это будет уровень параллельно полу Кто-то сможет опуститься ниже В то время, когда мы тянемся корпусом вниз, мы также тянем ладони друг к другу Здесь у нас двойное действие Тянется и задняя поверхность бедра И тянем мы в район Очень интересное положение, я бы сказала Положение интересное Чем дольше мы в этом положении находимся Ну, хватит, в принципе, 45 секунд Тем сильнее мы чувствуем натяжение Выравниваем стопы Обе стопы вперед Чуть сгибаем колени и подъем Поправили себя Можно руки, если есть возможность, силы на это поднять чуть выше Разворачиваем правую стопу в сторону И делаем мы то же самое Ну, так далеко не каждый сможет сделать Так сможет не каждый, но вариант с руками соединенными в локтевой замок, он в принципе прост Тоже приемлемый Да, может быть это будет согнутая спина, но чем она у нас прямее, тем лучше мы чувствуем и больше натяжения Подержали некоторое время, выравниваем стопы, также небольшой сгиб в коленях, поднимаемся Осторожно мы расслабили руки Также возвращаем нормальное кровообращение Еще три Нормальное состояние Два Один Через стороны делаем глубокий вдох Подтягиваем правую руку к себе Левой рукой мы давим на предплечье Ага Рука прямая Здесь момент очень важный, чтобы мы не прижимали плечо Да, плечо мы опускаем, шея у нас сохраняется длинная Если мы поднимем плечо выше, у нас как бы, ну, натяжение теряется Ага Давим, давим, давим Теперь ладонь правая на правую же лопатку Давим на локоть Сейчас мы, как вы поняли, тянем руки Да, 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 да В принципе, с просоня, так скажем Да и после силовой тренировки у нас это будет очень приятным и важным моментом Мышцы либо еще не проснулись, либо они забиты И снова повторим наш наклон в сторону Держим три, два и один Выдох, вернулись Снова через стороны вдох И то же самое с левой рукой Самая любимая часть тренировки это растяжка Когда можно ничего не делать и полежать Нет, вроде бы как и что-то делаешь Да, и вроде бы ничего не делаешь Ничего не делаешь, но долг перед собой выполнен Держим Своё успокоение, как получается Да, лопатку Ну и в принципе растяжка это чаще всего у нас завершающие там силовые тренировки уже Всё позади Всё пройдено Все испытания и невзгоды Все болевые ощущения И в сторону Держим три Здесь можно подтягивать, да и нужно подтягивать пресс Уже включаем мышцы в работу И вернулись Потянулись вверх и чуть назад Держим три Два И один Выдох Встряхнули Запястье Стопы можно поставить чуть шире Мы продолжаем тянуться стоя Также мы разворачиваем снова одну стопу в сторону Другая направлена вперёд Максимально вытягиваемся руками в сторону Но при этом ладони мы тянем на себя Чувствуем натяжение и напряжение в руках И опять же, стараясь сохранить прямую спину Мы опускаемся к ноге, которая у нас развернута в сторону Здесь очень важно поставить, постараться поставить ладонь Также зависит от уровня подготовки человека Можно держаться за голень Если есть топка книжечек, можно книжки поставить Разворачиваем ладонь Вверх И тянемся головой за ладонью Здесь тоже важно сохранять пресс Работает центр Держим три Два И один Осторожно Возвращаемся Все осторожно Все осторожно, без рывков Еще раз глубокий вдох на себя И теперь мы разворачиваем корпус Здесь равновесие сохранить сложно И теперь левой рукой мы уходим к правой стопе Чем больше мы выпрямляем спину Тем сильнее у нас работает правая нога Мышцы тянутся Стараемся поставить ладонь Держим три Два И один Хорошо Через низ выравниваем стопы И с круглой спиной мы поднимаемся То же самое Самое главное, чтобы все делать плавно и осторожно В растяжке очень важно Да и в любых движениях без рывков Бережем суставы, бережем мышцы Левая стопа в сторону Также ладонь на себя Да, все то же самое Левая ладонь Правая ладонь на себя И с выдохом Левой ладонью мы опускаемся к левой стопе Правая ладонь разворачивается Стараемся развернуть корпус Открыть грудную клетку То есть мы не закрываемся плечом Взгляд за рукой Колени затянуты Это положение тоже имеет место быть Но оно ради спасения себя И удаления болевых ощущений Колени держим затянутыми Себя не жалеем Еще три Самое главное, когда есть такие болевые ощущения В растяжке Нужно стараться немножко Насколько возможно Расслабить мышцы Тем самым ты потянешься больше Мышцы напрягаются Мышечные волокна сокращаются Тянуться становится еще сложнее Ну и как следствие больно Многие говорят А как я могу расслабиться в таком состоянии? Постарайтесь сделать это Выдохните Мое индивидуальное мнение Хотя может быть и не только мое Явно оно в литературе будет встречаться Что здесь очень большую роль моральный барьер играет Кажется, что если боль резкая и сильная То что-то порвется, что-то сломается Ну если действительно резкая и сильная боль То это нужно остановиться Если она такая тянущаяся и Как сказать Не резкая Тогда Возвращаемся Тогда в принципе можно еще немножко Выравниваем стопы Подъем Ну человек себя любит И он себя жалеет Поэтому любая боль может показаться резкой Итак, собираем стопы до ширины таза Пресс подтягиваем Плечи опущены Правая рука у нас тянется в пол Ладонью левой рукой Мы голову чуть-чуть Без сильных резких движений Без особых усилий Тянем вниз Мы чувствуем, как тянется боковая поверхность шеи Шея нужно быть очень аккуратным Да, шея это очень важная часть тела Разворачиваем Она держит голову Голова это самое важное у вас Помнишь об этом люди? Начинается или кончается позвоночник Наверное, начинается все-таки И поменяли Теперь левая ладонь в пол Голову в сторону Раньше, опять же, взять уроки физкультуру У нас практиковались вращения головы круговые То есть, такие глубокие, резкие Да, сейчас это... Ну, и в принципе, если вдуматься Это не особенно безопасно Лучше голову вертеть не кругами А как-то из стороны в сторону Вперед-назад С правой части в левую Также разминка происходит Но менее опасная, менее травматичная Диагональ И переводим голову в центр вниз Ладони сверху Здесь мы уже не давим Просто у нас вес рук действует Держим три Для этого вполне достаточно Да Два И один Хорошо, поднимаемся Делаем глубокий вдох И вытягиваемся ладонями Как говорил мой тренер по художественной гимнастике Она говорит, можно на шпагат посадить Даже самого деревянного человека Было бы желание Было бы желание, да И начинаем вращение кистями Постепенно опускаем руки вниз Еще три Два Один И в обратную сторону Поднимаем руки вверх Все части тела Даже пальчики нужно размять Потянулись Три Два Один Выдох Теперь нам можно опуститься на коврик Собственно, коврики нам и понадобятся И далее мы продолжим Коврики мы расстелили Теперь что мы будем делать? Продолжаем мы свои действия на ковриках Нам нужно на них сесть для начала Давайте присядем Садимся мы так же Плавно, без рывков Уселись И так далее Практически Лена села, правильно? Теперь мы эту позу открываем Ой, чудесно как Садимся мы на ширину удобную для себя Некритичную Ноги максимально в стороны разводить не стоит Я, наверное, так же посижу Лена будет комментировать Давай Может, все равно мне как-то я не цезарь Хотя стремлюсь Расправляем плечи Левая ладонь перед собой Правую мы заводим за голову Стараемся тянуться вдоль ноги Причем мы руку вперед не уводим Руку стараемся держать над ухом Представляем, что спереди и сзади ноги у нас стена И мы должны в этот промежуток попасть Потому что ошибка многих Это вот такое скрученное положение Которое мало дает результативности Еще важный момент Мы стараемся правую ягодицу прижать к полу Здесь у нас стянутся косые мышцы У нас тянется бок Проще говоря Как мы привыкли в простонародье Бок Боковая часть туловища Тянемся, максимально вытягиваем позвоночник Максимально открываем грудную клетку В этом положении тоже целесообразно Содержаться секунд на 30-45 А поясницу в этом положении нужно держать прямой Да, стараемся мы Тоже не скруглять корпус Мы стараемся вытянуться Но опять же, действуем мы без рывков Потому что у нас здесь включенный позвоночник Который, в принципе, весьма хрупкий механизм Поэтому И если, дорогие телезрители Если у вас не получается так хорошо согнуться Или наклониться, как у Наташи Ничего страшного Ничего страшного У всех глубина наклона Постепенно, постепенно вы дойдете до того Ширина шагов Разное Каждый человек индивидуален Держим еще три Что вам хочется Главное, чтобы вы ничего себе не повредили Один раз Разворачиваем корпус Также стараемся мы с прямой спиной В идеале животом лечь на бедро Поднимногу мы подтягиваемся Можно вначале Даже если вы наклоняетесь примерно там вот так Ну пусть это будет лучше с прямой спиной Да Вы ее сборбитесь Круглая спина, пусть и опущенная низко Вместе с корпусом Это мало результата Потому что мышцы у нас и связки в более расслабленном положении находятся Нежели мы вытягиваемся и все на максимум работает Стараемся с прямой спиной лечь Замечательно получается Гимнасты Стараемся тянуться Можно взять себя за стопу и подтягивать себя уже к стопе Тоже здесь важный момент у многих почему-то Я уже не объясню, как я, наверное, привыкла У многих ноги заворачиваются вот так Это не есть правильно Ноги все-таки нужно развернуть, бедро открыть Потому что так натяжение намного больше Держимся три Сейчас чувствую, нога чуть пошла в сторону Два У самой, я только сама сказала Поднимаемся Руки за спину Опираемся ладонями или пальчиками Вытягиваемся вверх и открываем грудную клетку Хорошо подышали Вдох носом, выдох ртом Три-четыре хороших вдоха Дышим, дышим, дышим Возвращаемся в центр Все то же самое мы делаем на правую ногу Правая ладонь перед собой Левой мы вытягиваемся Вспоминаем уже то, что мы изучили Рукой мы не закрываемся ориентируха Рука над ухом Стараемся вытянуться вдоль ноги Тянемся как можно ниже, но без рывков Есть вариант, можно чуть-чуть попружинить Но это не долго и не резко Потому что во время пружинящих движений мышцы связки толком не запоминают, что с ними происходит Держим четыре Три Два И один раз Ворачиваемся и с выдохом стараемся потянуться животом на бедро Вон да, мы молодцы Вводим лопатки Отлично Можно подтянуть пресс, подключая мышцы Берем себя за стопу, если дотягиваемся Когда носочек тянем на себя, тянется очень хорошо икроножная мышца Да, тянется еще, добавляется икроножная мышца Это очень полезно для нас, девочки Потому что на каблуках ходить мы часто ходим, а вот как-то растяжкой мышцы пренебрегаем Потом удивляемся, почему у нас болят ноги, сводят судорога и так далее Тяните икроножные мышцы для того, чтобы снимать напряжение в них Конечно, каблуки это все прекрасно и чудесно Но так же хочется на них ходить Да, безболезненно и без всяких последствий дурных Теперь мы потянемся вниз Здесь мы будем работать поэтапно Сначала ставим ладони Так же мы стараемся сохранить прямую спину Затем мы чуть приближаем локти У каждого, опять же, ступени, по которым он будет спускаться ниже, свои У кого-то хватит сил поставить ладони Даже если это будут только пальчики Такое тоже может быть Мы сохраняем прямую спину Я уже сейчас чувствую натяжение, несмотря на то, что мне легко лечь Ставим ладони, тянемся вниз, вниз постепенно Так же мы следим за тем, чтобы у нас носочки внутренне заворачивались Если есть кто-то свободный, ничем не занятый дома Просим, чтобы вам понемногу помогли опуститься Полигоник Давив, да, на спину Без рывков, опять же Это эффективно, да, и плавненько Можно держать ноги в стороны чуть-чуть, чтобы было легче опуститься Постепенно стараемся опуститься ближе к грудной, клеткой, животом С каждым разом максимально ниже Можно опуститься немного Подождать там 30 секунд, 40 Привыкнуть к положению Буквально на сантиметр ниже этого уже будет Достаточно, чтобы были, ну, в принципе, серьезные изменения в мышцах, в связках В принципе, это даже может быть уже, получается, у нас заключительное упражнение Да, потому что мы, по сути, мы вообще полностью все растянулись По сути, да, мы сейчас еще вытянем спину, встанем спокойно, еще раз подышим и подъем И мы готовы Здесь аккуратно мы поднимаемся, мышцы у нас в достаточно растянутом положении находятся после данного упражнения руками Аккуратно Собираем ноги, да, ноги лучше не дергать, своими силами не собирать Стопы вместе, руки под коленями в замок Округляем спину, растягиваем лопатки, расслабляем шею Тоже довольно приятное упражнение, никаких сил на спину оттянется Хорошо Да Шею расслабили, еще 3, 2 и 1 Подъем И осторожно встаем Стопы чуть шире таза Корбус оставили внизу Расслабили шею, поясницу и также без рывка Бережем позвоночник с выдохом, круглой спиной подъем Хорошо Назад 4 Сверхи Спокойный, плавный На один Грубокий вдох И выдох Еще 2 Вдох И последний раз вдох, соединяем ладони Поклонились Похлопались Давайте сами себе похлопаем Мы молодцы Спасибо Наташа за замечательную тренировку Я думаю, что каждому человеку, особенно каждой девушке, которая занимается растяжкой Это позволит ей быть более женственной, пластичной, легкой И без всяких там отрицательных воздействий на ее организм Абсолютно право Примерно так, наверное, показала Отрицательных воздействий на ее организм Спасибо большое, Наташа Спасибо большое, девчонки Я надеюсь, что вы к нам придете И ты нам что-нибудь такое тоже красивое покажешь Плавненькое Ну все, спасибо Всем пока-пока До встречи Итак, команда ФИТ Это три человека Олег Горбулев, Ольга Хлюстина и Татьяна Тверенок Напомню, наши участники прошли кастинг На котором с ними беседовали тренеры, диетологи и психологи Затем они рассказали свою историю набора веса в нашей студии А далее началась работа Для начала с нашими героями встретился диетолог И рассказал Олегу, Татьяне и Ольге Об основных принципах правильного питания Естественно, первое, что нужно сделать нашим героям Это отказаться от мучного, сладкого, жирного А далее начать питаться пять раз в день Маленькими порциями, конечно же Более того, как выяснилось Проблема многих людей, страдающих лишним весом Это отсутствие сна или его недостаток Сегодня мы вновь встретимся с нашими героями И для начала узнаем Что изменилось в их жизни, а главное в объемах и весе За прошедшую неделю Ну что ж, дорогие друзья Сегодня мы с Олей находимся в фитнес-центре Даже сказала бы я в тренажерном зале Где сплошное железо И люди приходят сюда худеть и делать свое тело Оль, впервые в таком помещении? Да, впервые, вообще впервые Нравится или страшно? Ну, когда я первый раз зашла, посмотрела, конечно, было страшно Но потом ознакомившись, все равно я думаю, что преодолеем мы это Вот чего больше всего боитесь от занятий таких вот в тренажерном зале? Что не умеете, может быть, пользоваться тренажерами? Что они какие-то все страшные? Что это железо? Или что, может быть, не будет результата? Вот какие переживания сейчас есть на данный момент? Что я что-то не смогу выполнить А остальное все Как-то не страшно Я думаю, что покажут, расскажут Но что не получится, вот этого я боюсь А еще теперь самый главный вопрос Как вы выполняете рекомендации, которые мы вам давали в прошлой нашей передаче? По питанию и по сну Что-то изменилось? Или пока ничего, вообще никаких сдвигов нет? Нет, сдвиги есть Спим больше Едим меньше И, конечно, ту пищу, которую посоветовали Вот Ну, вес, конечно, пошел вниз Но немножко встал тут Второй день один и тот же вес Ну, сколько вот удалось скинуть за неделю, по крайней мере? За неделю 2 килограмма Решка 2 килограмма Мне кажется, что это хороший очень даже результат Я думаю А что касается вот сна Потому что очень много было претензий Особенно ко сну, что мало спим Как вообще домашние отреагировали на то, что вот теперь я буду спать не 5 часов, а 8, как положено И как вообще прогресс в этом плане? Домашние теперь за мной следят Вот, ложатся спать вместе со мной в 10 часов Первый день, конечно, это был стресс для меня В 10 часов лечь Мы легли Муж заснул через полчаса А я заснула через 2 часа Потому что непривычно в 10 часов ложиться было Ну, постепенно, постепенно То есть И как-то налаживается постепенно Естественно, в зал пришла не только Ольга, но и Татьяна Вот что касается недели, которую вы провели без нас С какими-то рекомендациями Рекомендациями по питанию и по домашним упражнениям, которые можно делать, опять же, в домашней обстановке Все ли получается? Все ли выполняете? Или пока вот так вот? То да, то нет, то да, то нет Получается все, но вчера у мамы был день рождения Случился торт Да, случился Ну, не вечером так, днем Ну, тем не менее, вот За две недели я, как говорила, нужно себе позволять Поэтому вот А так, в принципе, да, все получается Иду Ну, с весом как-то он у меня притормозил малость Пока только 500 грамм вот за тот промежуток времени Но, тем не менее, почувствую себя намного так энергичнее А домашние, родные, близкие замечают какие-то изменения в вас? Говорят, что вы похудели, постройнели, стали, может быть, более активны Или, наоборот, типа, что вот как-то ты участвуешь в проекте Где результаты-то? Вот почему ты все такая же, как была? Мама мне всегда говорит Ты похудела, ты похудела, ты уже совсем худенькая, тебе уже дальше не надо Ну, а вы-то как сами настроены? Уже все? Можно прекратить участие в нашем проекте или нет? Не за что, вы что, конечно, куда? Так жить нельзя Нужно остройнеть Наш третий герой, Олег Горбулев, на прошлом задании В занятиях с тренером в студии проявил себя не очень хорошо Он просто не пришел в назначенное время, в назначенное место Олег сегодня пришел все-таки в тренажерный зал, за что ему большое спасибо Почему в прошлый раз ты пропустил тренировку в нашем фитнес-зале? А, ну, это потому что ведь город накрыл эпидемию, непонятно чего Орви, у меня была безумная температура, у меня текло из носа И только из-за того, чтобы не заразить команду фит, я решил просто пропустить эту тренировку Хорошо, верим, но все-таки, скажи, пожалуйста, какие-то есть результаты за неделю? Что удалось, что не удалось, какие сложности? Конечно, ну, конечно, нельзя говорить, может быть, на экран, но у меня, предположим, на животе появилась сеточка То есть у меня появилась там куча каких-то ямочек Во-вторых, у меня, ну, будем говорить, потеря веса порядка, наверное, грамм 500-700 Я немножко изменил режим питания, то есть мне диетолог сказал, чтобы я отказался от печенюшек Да, это была кровавая жертва Полуфабрикатов Да, полуфабрикатов Это была кровавая жертва А в данный момент, предположим, да, мне безумно хочется печенья, но мне даже снится, но я себя сдерживаю И я думаю, что, наверное, такие результаты уже есть на лице Скажи, пожалуйста, настроен ли ты на активную деятельность, боишься ли ты тренажеров, ходил ли ты уже в тренажерный зал в своей жизни или нет? Нет, во-первых, я это безумно боюсь, эти вот железяки Я ни разу не был в тренажерном зале Далее, предположим, меня до сих пор преследуют сны, кошмары, где я учусь в школе, и меня стоят почему-то на лед Я почему-то должен забивать какие-то шайбы То есть, как-то, я и спорт, это две вещи были совершенно несовместны Но рано или поздно человек должен раздвигать, как говорится, горизонт своего сознания То есть, морально, на интуитивном уровне, я прекрасно понимаю, что да, здесь меня будут ломать, здесь меня будут, там, где-то, может быть, ломать и психологически Ну, будем говорить, что да, все новое, оно интересно, поэтому буду пробовать Надо сказать, что нашим героям по-настоящему повезло Заниматься отныне они будут в тренажерном зале высшего спортивного мастерства Ценность в том, что в этом зале людей тренируют чемпионы по бодилгилдингу и фитнесу, а это дорогого стоит Сегодня нашу команду встречает заслуженный тренер России по фитнесу Надежда Лобозина Надя, ты привыкла буквально выращивать спортсменов, чемпионов более того Как-то отличается твоя работа с чемпионами от работы с людьми, которые к тебе приходят худеть? Чем отличается? Да, отличается К соревнованиям я их гоняю жестоко Люди, которые просто приходят, я их тоже гоняю, но более любят так Потому что, ну, нельзя с них требовать, да, и категории другие, рамки другие, весовые, жизненные, как бы всякое Они не пришли и сказали, я хочу любым путем Вот те, кто приходят, говорят, я хочу любым путем выступать, там уже, да, там уже полностью другое все Надя, какая будет тактика? Будем запрещать есть вообще и будем гонять их по жесткому? Или ты будешь мягка, как никогда, и очень добрый? Гонять по жесткому, а голодать нет То есть, наоборот, голодать они не будут, они должны будут есть То есть, если человек помнит, что он ел три дня Вот я спрашиваю, что ты ела вчера? И он мне говорит, мне не надо уводить глаза, там, туда или сюда, все понятно Значит, ты ел одну конфетку, там, две этих, там, то-то, то-то Ты должен четко помнить Вот люди, которые сидят на диете, даже мои спортсмены Говорят, что ела? Ну, у них вариантов нет Рис, курица, там, гречка, там, вот, все У них прямой взгляд, прямой ответ Когда начинаешь задумываться, что ты задумываешься? У тебя конкретно овсянка с утра, конкретно потом кусок мяса Там, какая-то вот крупа, допустим, и овощи, и, там, вечером, да Вот, ну, завтрак должен быть объемным, достаточно таким, чтобы у тебя хватало энергии Поэтому я выкуплю, если будут врать Ну что ж, меньше слов, больше дела Наша команда ФИД, которая стремится похудеть Один на один встречается с Надеждой Лобозиной И получает рекомендации Для начала тренер выяснила, когда Татьяне, Ольге и Олегу легче всего заниматься Утром или вечером, ведь это имеет значение Есть ли опыт тренировок, это тоже важно После простых вопросов начинаем осваивать тренажеры Так, Оль, сейчас мы начнем тренировочку Разогрев такой небольшой, с аэробного тренажерчика Покрутим так 5-7 минуток И потом перейдем к основной части То есть залазим Как просто, как на велосипед На питание можно вставать, да? Да Пока Ольга осваивает, казалось бы, простецкий тренажер Посмотрим, как обстоят дела у Олега Саш, расскажите, что за тренажер, что будем сейчас делать? Это тренажер Смита называется Суть его в том, что он несколько облегчает движение штанги То есть если человек только начинает заниматься, естественно, у него стабилизаторы корпуса работают достаточно слабо Ему сложно держать равновесие, поэтому такой вот облегченный вариант для него идет И мы будем приседать Почему именно приседать? Потому что это основное базовое движение длино, включающее, в принципе, весь массив То есть и переднюю, и заднюю поверхность, и ягодичную большую, малую, икроножную Плюс еще статическая нагрузка на поясницу, спину и так далее То есть сейчас я покажу технику упражнения Ну и, в принципе, мы попытаемся что-то подобное повторить Итак Мы выходим глубоко по штангу, локти уводим назад таким образом, чтобы штанга лежала не на шее, а на задней части плеча Отсюда выставляем ноги на шею, не плеч Ну, так как тренажер движется по полозьям, соответственно, нужно немного вперед выйти И отсюда, начиная движение тазом назад, проседаем вниз до параллели с полом Таким образом, чтобы у вас бедро было параллельно полу В колене преимущественно прямой угол, и колени не уходят за проекцию доска И отсюда подконтроль на вверх Соответственно, у нас выдох всегда на усилие, то есть в верхней точке, нижней точке до Все, Олег, пробуем? Пока Олег пытается найти общий язык с тренажером, посмотрим, что тренеры приготовили для Татьяны Даша у нас сейчас будет показывать, а я буду объяснять Потом Таня будет пробовать и исполнять Так, Таня, внимательно Вот это исходное положение Мы растягиваем вот эту вот, всю широчайшую мышцу В общем, все мышцы спины, чтобы были прямо на сильное растяжение Давай, Даша Теперь работаем так Сводим лопатки Для того, чтобы почувствовать спину Сводятся лопатки Тянем не руками, а тянем спиной Прямо всей спиной Итак, задание раздали, будем выполнять Попотеть нашим героям предстоит чуть больше часа Зато привыкнут к железу Ну или постараются это сделать Вот я встал, да? Выпрямите колени Да Дайте опору на пятку Так На одну вторую Полностью встаньте на стопу Но опора у вас все равно будет на пятке Выпрямите колени Поднимите тренажер Так Локти уведите назад Одни выходит Выплывите Теперь Движение таза назад Коленями вперед не заваливаемся И вверх Внизу не садите Еще Стопу вперед Нет, вы просто пройдите на шаг вперед То, что у вас колени не ходят И поехали Тазом назад на меня Не бойтесь садиться Ай, повер Итак, тренажеры наши герои будут осваивать три раза в неделю Нагрузка будет увеличиваться постепенно Уверяет тренер Тяжело? Нравится, не нравится И что нравится? Ну, пока нравится все Пока не заболело дома все Все мы все Ну, а так Я думаю, что это выполнимо Что нам дают Поэтому Надо дерзать Какие-то есть прям сложности То есть, например Не понравилось бегать Точнее, там Крутить педали Не понравилось делать руки Или пока все нравится? Пока все нравится Олег, ну как ощущения? Нравится, не нравится? Изумительно Новые чувства Новые впечатления Новый эндорфин Честно скажу Я не думал, что у меня в некоторых моментах будет такой кайф Ну, может быть, я пока так наслаждаюсь этим моментом Наверное, может быть, дальше сложнее будет Но мне нравится Я так понимаю, что вы у нас самый капризный такой Из команды ФИТ Значит, это буду, это мне нравится, это не нравится Почему так происходит? Нет, я не капризный Я, наверное, требовательный Скорее всего, такая требовательность Она выглядит таким образом Нет, я серьезно говорю За капризностью может скрываться какой-то комплекс Потому что я, говорю, первый раз вот эту железяку трогаю И, честно говоря, мне нравится Мне просто нравится вот ей управлять Вот тут снаряд мне не очень понравился А здесь я чувствую, что я уже могу стать мастером суппорта И пусть завидует Мне кажется, вы больше всего ждали вот этих вот как раз физической нагрузки Да, ждала Но хочется продолжать и продолжать Какими-то сложностями столкнулись, может быть, что-то непонятно Или очень тяжелый тренажер Ну, в принципе, я думаю, справиться можно И так, в принципе, понятно, все объясняют, все доступно Готовы ходить три раза в неделю? Три раза Ну, постараюсь Действительно, в тренажерном зале Центра высшего спортивного мастерства Тане, Оле и Олегу Предстоит ходить довольно-таки часто Ну, а мы будем пристально следить за ними Более того, у нашей команды впереди Много всего интересного Мы снова в нашем фитнес-зале И сегодня у нас вот такие интересные предметы А для чего эти предметы? Нам сегодня расскажет Яна Павлюк и девчонки Встречаем Привет, Яночка Привет Как-то ты с таким прям Я даже не знаю, с таким выражением лица забежала Как будто, знаешь, виновата Вот это ты принесла? Что это? Объясни мне, пожалуйста Я не могу понять Сейчас я буду виновата, на самом деле Я буду виновата, да? Это такие классные мячи с ушками В общем, с ручками С которыми мы сегодня потренируемся Называются они корбол Ну, реально, они работают очень хорошо на мышце кора Потому что они нам не дают иногда стабилизации Замечательно Для многих телезрителей Они думают, что ты сейчас что-то такое очень бранное сказала Не совсем из нормативной лексики Но я думаю, что сейчас в процессе мы все поймем Для чего это Что и как Тогда нам нужна музыка И мы будем заниматься Итак, выстраиваемся в нейтральное положение корпуса Подтягиваем мышцы живота Плечи наверх Назад лопатки сводим Макушку вытягиваем в потолок Выстраиваемся ровненько Итак, глубокий вдох И выдох Отлично, сделаем с вами вращение В плечевом суставе Продолжаем работать Разминаем плечи Разминаем плечи И продолжаем Работать чуть активнее Еще четыре Три Ты знаешь, я сейчас смотрю на этот снаряд Мне что-то как-то Мне даже уже постепенно страшненько становится Потому что он абсолютно нелегкий Я бы вам смеялась заметить Да, это тяжелые Тяжелые мячи на самом деле Это вес фунта А может быть Обманем всех и скажем, что это в килограммах В два раза тяжелее Пусть мне вес страшно Пусть будет страшно Пусть все думают, что я очень-очень сильная Руки опустите на колени Из этого положения спина круглая к грудному И прямая В исходном положении Мячи сложные для нас Они тяжелые Они с рукоятками И поэтому нужно хорошо размяться Прежде чем взять эти мячики Выросли наверх И стандартный присед таз назад Колени выходят за уровень стопы Итак, мы будем работать Чем они для нас удобные будут С обычным мячом мы не сделаем Какой-нибудь бросок А здесь уже и захват мяча В принципе, захват А здесь благодаря ручкам В принципе, можно сделать что угодно Много разных различных упражнений Махать, бросать, кидать Самое главное Никому голову не попасть Итак, правая осталась на месте Левую ставим назад У нас выпад Два счета вниз Два наверх Смена ноги Два вниз Обратите внимание Когда вы делаете выпад Ваше колено над стопой Даже лучше над пяткой Добавьте вытяжение рук вперед Будто вы очень кого-то рады видеть Я так рада видеть наших телезрителей В следующий раз я добавлю скручивание Подключаем мышцы стабилизатора Мышцы пресса Мышцы спины Еще два раза И мы выполнили с вами Разминку Отлично Хорошо Давайте узнаем, для чего эти мячики Итак, мячики будут для тренировки А тренировка у нас будет Интересная Мы начнем с вами с силового упражнения Затем будет функциональное упражнение И добавим чуть-чуть кардио Ладно, давайте Поехали практиковать Итак, первое упражнение Мы сделаем с вами упражнение на ноги Возьмем мяч перед собой Подтяните животы Будет стандартный присед Пока мяч держим возле груди Возле сердца В счете 2-2 Будем приседать И подъем наверх Поближе к сердцу Поближе к сердцу Хорошо Продолжаем Получается штангу можно заменить мячиком Да, легкую штангу Легкую штангу, да Бодибар, я бы даже сказала Бодибар Может быть, это будут гантели, например Если вы хотите перевести нагрузку На какую-то одну область в сторону Например, держите в правой руке Будет больше чувствоваться правая сторона Особенно, если будет большой вес Либо в левой Мы пока держим здесь Хорошо Да, действительно, есть такой момент Из этого положения Вытягиваем мяч в потолок Диагональ И возвращаем Здесь мы с вами подключаем Мышцы плеч Дельту Ну и, в принципе, очень хорошо работают стабилизаторы Мышцы спины в поясничном отделе И пресс Для того, чтобы удержать ровное положение корпуса Затем удержим в этом положении Заведем За голову И начнем работать На мышцы трицепса Это руки Чтобы стабильности у нас было меньше Мы будем в следующий раз приседать С ноги на ногу Одна нога у нас будет на носке Вторая на полной стопе Еще два раза И еще один Это только начало, я так полагаю, да? Не так Я только ехидно улыбнулась Итак, мы с вами сделали силовое упражнение Мы сделали на заднюю поверхность бедра На переднюю поверхность бедра И добавили с вами еще мышцы плеч и трицепс Изначально это было силовое упражнение Затем оно превратилось в функциональное За счет того, что мы пятки с вами поднимали От пола Это было уменьшение баланса Итак, из этого положения Дальше мы уходим в счете три к одному В положении сидя Затем я его заменю на другое положение Опускаем корпус Стопы назад, подъем Здесь подключаются у нас мышцы Стабилизаторы Стабилизаторы Хорошо И еще два раза Но вы сделаете это в два раза быстрее И в два раза больше Хорошо, отлично Закончили Идем к следующим упражнениям Итак, возьмите мяч вы с собой Ноги шире плеч Стопы по направлению 45 градусов Диагональ Будет у нас с вами работа изначально на руки Затем мы с вами добавим ноги Итак, возьмите за рукоятки Локти по направлению в пол Сделайте два счета Подъем мяча к себе И вниз Если возьмем достойный вес Вы почувствуете бицепс Хорошо Продолжаем работать так же Сделали 8-12 повторений Затем я добавлю с вами Подъем мяча наверх При этом угол ваших локтей 90 градусов Что мы с вами делаем? Из силового упражнения на бицепс Мы с вами сделали функциональное упражнение на бицепс Плюс дельта Слушай, у кого тяжелее? У тебя или у меня? По-моему, у меня Конечно, у тебя Мне, как всегда, повезло Мне всегда везет на тяжелые штучки В следующий раз мы с вами добавим присед на внутреннюю часть бедра Что здесь работает? Внутренняя часть бедра это ноги Бицепс и дельта Пошла функционалка Вот она функционалка Все верно Хорошо Еще два раза и мы с вами ускоримся для реактивности Реактивная Я не реактивная И поехали Вниз Вниз И сразу подтягиваем Но в этом положении вы должны соблюдать все те упражнения, которые мы до этого делали И бицепс То есть нужно стараться максимально создать технику выполнения Абсолютно точно Которую мы в начале, можно сказать, прорепетировали В этом положении ваши стопы по направлению 45 градусов, колени по направлению стоп Таз назад Ваши колени на стопы Поясняется и спина прямая, да? Все правильно, живот подтянут И еще два раза Отлично Хорошо Поставим мяч, он нам здесь понадобится Сделаем с правой ноги шаг в сторону В сторону Как слайд В сторону В сторону В сторону В сторону Я уже боюсь даже представить, что ты еще такое придумала Начинается все так невинно и, можно сказать, даже бережно А заканчивается Добавим реверанс Реверанс Заводим стопы назад Хорошо Добавим касание пола А сейчас мы еще возьмем мячик и будем с ним прыгать и подкидывать его Можно было бы сделать так Но мы сделаем чуть полегче Мы просто начнем ускоряться Аэробный режим Здесь очень хорошо чувствуется ягодица Ну и, в принципе, мышцы стабилизаторы Отлично, закончили Сделаем глубокий вдох Здесь я обычно разрешаю попить Попить Попить, попить Да, еще один Однажды мы уже касались этой темы по поводу попить В течение тренировки обязательно нужно пить Твое мнение вот на это все Точно, да Точно, да Да Почему мы это делаем? Вода должна быть комнатной температуры И мы должны с вами охлаждать организм маленьким глоточком То есть, на самом деле, мы жажду утоляем, но глоток только для полостирка Охладили организм, работаем дальше Отбеги на влево Так, да, хорошо Я думаю, что, в принципе, это уже хорошая тренировка получилась Ну, да Слушай, а как тогда заканчивать? Если мы заканчиваем такую интенсивную тренировку, как ее заканчивать нужно? Правильно Заканчиваем мы У нас будет большой блок из упражнений, да, мы сделаем много их И, естественно, переходим на марш Начинаем дышать Когда мы переходим на марш, тем самым мы позволяем пульсу постепенно-постепенно понижаться Да, все верно, да Переходим на марш, сердцебиение становится медленнее Мы дышим и думаем, господи, неужели все это кончилось? Ура! И обязательно нужно сделать заминку в виде растяжки Заключительные, такие как на квадрицепс На заднюю поверхность бедра На дельту На трицепс То есть захватываем все то, что мы сейчас нагрузили И спину, да И выстраиваем все в нейтральное положение Идем в раздевалку, берем в сумку и идем домой Ладно, хорошо На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем Спасибо большое, Яна Спасибо, девчонки Приходите к нам еще и радуйте нас Обязательно До свидания Пока-пока На этом пока все Вы смотрели программу «Команда Фит» В студии были Алина Маслова И я, Елена Аксенова До новых встреч Пока-пока